Не кидай! Есть, ребят! Просто бери! Действие, происходящее на полосе препятствий 38-й отдельной краснознаменной мобильной бригады, могло с легкостью сойти за съемку какого-нибудь серьезного боевика. Организаторы постарались, чтобы условия проведения ничем не уступали реальным боевым. Спецэффекты были использованы качественно и профессионально. Сквозь завесы дыма, залпы орудий представители финансовых структур Республики Беларусь прокладывали свою звездную дорогу к спортивному Олимпу. Интересного много, но главное дух, азарт, это действительно стимулирует, исплачивает команды на общий успех, на победу в соревнованиях и этих состязаниях. Ну, собственно, это можно наблюдать, вот то, что сейчас происходит. Один из этапов – это преодоление полосы препятствий. Прохождение полосы препятствий – одно из испытаний, запланированных в рамках трехдневной эстафеты. Команды стартовали по очереди, для каждой велась своя система подсчета времени. Наблюдая за таким образцовым выполнением учебных упражнений, сложно даже представить, что за камуфляжем и берцами скрываются не профессионалы-военнослужащие, а сотрудники банковской структуры, каждого из которых в эту игру привела своя мотивация и желание доказать «я смогу». Мне интересно было, насколько в физической подготовке я смогу, то есть просто спортивный, так скажем, интерес. Вот, армия, прочувствую, что такое армия, что такое действительно полоса препятствий, полоса разведчика, ориентирование на местности, то есть насколько хватит сил. Так все было хорошо, просто получилось с первого раза. И граната, и лопата. Здесь перепрыгнуло, в общем, все хорошо. Бег 3-4 километра, бокс два раза за неделю. И тренажерный зал, к примеру. Противостояние завершилось, однако это не значит, что в проведении проекта поставлена точка. Организаторы уверяют, дальше все будет насыщеннее и интереснее.